Здравствуйте! 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 Дмитрий Ильич, очень рад. Здравствуйте! Я очень рад. Большая честь для боевшего вояка. Это для меня большая честь. Большая честь с вами. Сегодня возможность встретиться. Спасибо. С 15 лет. Это все бомбежки, это все перенес. Это все я прочувствовал, как сейчас. Я просто не могу представить себе, что сегодня Россия могла напасть на Украину. Никогда даже в мыслих не было этого. Ведь воевали же вместе за отечество, за то, что наша земля была свободна, чтобы люди могли свободно жить. И все же были. И русские, как надо говорить, чешены, украинцы, грузины. Все воевали. Все для того, чтобы защитить отечество. Сейчас то же самое. Вот я вижу, наши части сдерживают, понимаете, это их наступление, это барбарские мероприятия, которые проводят Россия. Это же мы непостижимо. Но вот они сейчас молодые, держат все-таки фронт. Я все пережил, поэтому для меня это все знакомо. И когда сейчас воет сирена, она недавно уходила, она мне напоминает 41-й год. Это я на Курилах уже когда был, наши перебросили, все это, весь фронт на восток, с японцами. И вот там, когда уже мы освободили Курильские острова, и на острове Итуруп на Большом, я закончил военные действия. И там родились вот эти сроки, потому что именно уже победа. Это уже конец войны. Всю жизнь, десятки лет, хоть старый или юный, со страхом жду рассвет один такой в июне. Все тихо, ничего, земля спокойно дышит, и страха моего не верю, что не слышит. Забвения в мире нет, земля она живая, июньский рассвет и ей напоминает. Как тысячу смертей с рассвета налетели, как тысячу семей проснуться не успели, как рвали по частям ее живое тело, и здесь, и тут, и там вся заживо горела. И степь, и дом, и сад, дым пеленал проморклый, и до сих пор со дня снаряды и осколки. Пока тот смерч отих, как человек страдала, и мертвых и живых собою укрывала. Ну вот, и все прошло. В саду запели птицы, и солнышко взошло, и высушит ресницы, и страх совсем пройдет. Ты что, какие войны? И буду рассвет встречать, я теперь уже спокойно. Вы знаете, я очень переживаю, очень переживаю это время. Я очень переживаю за то, что те офицеры и солдаты, которые сегодня нажимают на спусковой крючок, либо там нажимают на кнопку пуска ракеты, либо летчик, который летит и видит прицел, что он наносит ракетный удар по жилому дому. Это ужасно. Я не понимаю, что у них творится в голове. Это ужасно, это не по всей жизни. Вместе один в один день. Ни одной ссоры, ни одного непонимания. Всю жизнь друг друга понимают. Пришли к нам гости. Это забыть нельзя. Я и сейчас это помню. Зашли полковники. Это те, которые освобождали уже Одессу и шли в город. Оборванные, грязные, голодные. Освобождали Родину. Ну, что было, мы их встретили. И что они нам рассказывали. Так разве можно сейчас это забыть? Разве не помнят те россияне, которые там? Хотя мы видим, что весь мир сейчас против. Весь мир. Но не доходит до этого человека. Это не человек, это не животное. Это неизвестно кто. Какая мать родила его. Это ужасно. И как можно забыть то, что мы тогда видели? Это вообще. Я не понимаю этих россиян, как они могут к нам так обращаться. Вот не понимаю. Почему? Один дома. Полноценку.